Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Как достать соседа». Но сегодня у нас будет вторая часть, так что быстро запасайся вкусняшками, что у тебя есть быстрее и быстрее со стола, потому что здесь будут такие уровни, где мы с тобой будем что-то смотреть, а сосед будет есть, будет есть. А когда кто-то вот-вот ест, хочется тоже покушать, как бы. Есть фраза «Голодный сытого не понимает вообще», поэтому неси всё. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, надеюсь, ты уже поставил лайкосик, если ты впервые, обязательно подписывайся на канал, будет очень-очень приятно, и прожимай колокольчик. Ну что ж, мы с тобой начинаем, и прежде чем начать, да, вот-вот, последний, последний, дай мне сказать, пожалуйста, моды. Как ты знаешь, мы на первую часть снимаем моды, вот, и при том их очень много. Мы уже с тобой, ну, прилично сняли, и хардкор. Я поискал и нашёл одну модификацию на «Как достать соседа 2» адские коньякулы, да, специально так посмотрел, чтобы правильно сказал, да, правильно. В общем, нашёл модификацию, при том она какая-то испанская совершенно, при том она совмещена с хардкором, и там уровни совершенно просто дикие, лючайшие. И музыка там ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот такая вот. Может, посмотрим с тобой раз, ну, но если ты знаешь какие-нибудь модификации, обязательно, может, даже, я не знаю, ссылочку скинуть там на группу ВК, либо ещё какие-то сайты, где можно найти модификации. Бро, ты очень мне поможешь. Начинаем, начинаем. Всё, надеюсь, ты запашься вкусняшками, и первая у нас модификация... Господи, первая у нас модификация. Все на борт. Итак, сосед заигрывает. Минимум момент... Мо... Что сегодня не так? Минимум момент... Максимум монет 4. Итак, чтобы сбежать от Вуди и его пагостей, сосед купил билет на кругосветный круиз. Но соседу и в страшном сне не могло присниться, что Вуди будет следовать за ним по пятам, да ещё и со всей съёмочной группой. В этой серии вы научитесь управлять Вуди и устраивать пакости соседу. Ну, начинаем, друзья. Я вот этот диск, я помню, поменял, знаешь, на что? На GTA San Andreas. То есть там специальная защита, по-моему, от Акеллы была вот эта вот как раз часть, как достать соседа. То есть без диска нельзя было играть, представляешь, да? Вот такая вот крэков не было. Не было, братишки. Сейчас ты можешь так сказать... Мы пираты морей, там все дела. Но вот тогда не было. И приходилось только с диском играть. И даже если ты его нарезаешь, это не работало. Я серьёзно вам говорю. Добро пожаловать на съёмки новых эпизодов сериала «Как достать соседа». Меня зовут Джо, и я здешний режиссёр. В этой пилотной серии вы узнаете, как управлять нашим героем. Так, вы будете руководить Вуди с помощью мыши. Чтобы переместить Вуди, наведите курсор на точку экрана. Так, короче, как ты... Ну, блин, ну, с первой части... Вот, вот его жена Ольга, блин. Ну, мы уже это знаем, конечно же. Потому что даже если ты смотрел первую часть у меня, там был мод Mixed, где... Сейчас мне это не нужно. Так, нам надо сюда, да? И вот, я поменял диск ГТА с Анандреской. Но я помню, я специально её скопировал, так что нормально всё. И вот заполучил этот крутой диск. И капец, у меня его там, по-моему, даже... Хотели обменять. На что же обменять-то? Такой крутой. Вот я её сейчас не вспомню. Итак, в каждой серии сосед повторяет один и те же действия. На-на-на? Вот, согласись, первая и вторая части, это самые топовые. Третья, четвёртая, пятая, это уже... Серьёзно. Это уже как достать соседку, там... Это что ж такое вообще? Вот это самое крутое. Куда Ротвеллер-то подевался? А всё просто обанкротилась. Студия, к сожалению, да, обанкротилась и... А вот там выкупить на именно Ротвеллера, да, вот такого ничего не было. Короче, как ты видишь, он тут по скользкому льду ходит, по лужице. Было такое, друзья? Я смотрел серию, блин, Спанчбоба смотрю. 24 годика Спанчбоба смотрю. И, в общем, там в одной серии... Блин, Планктон. Вот не было таблички, вот это мокрый поп, потому что я крэ... Мистер Крабс, он же, блин... Ну, ты знаешь, какой... Вот он, деньги-деньги-деньги-деньги-деньги. Так, короче, нам надо взять... Так, мыло у нас есть, мы сейчас должны его подложить вот сюда. Давай подложим. Если что, по-моему, я прохожу второй или даже третий раз. Но я заметил, что вы именно хотите посмотреть, поэтому перепрохожу уже. Так что, надеюсь, ты в комментариях не оставишь. А зачем ты уже третий раз прохочешь? Что-то такое. По-моему, я третий. Или второй. По-моему, я второй, блин, раз. Но эта игра очень культовая, конечно. Очень-очень такая прикольная и атмосферная. Наслаждайтесь кульбитом соседа. Ха-ха. Ну, давай посмотрим, как он сейчас грохнет. Блин, я... Это фигня. Это фигня, пацаны. Потому что самый страх это выпасть за борт. Представляешь, за борт Титаника. Не надо панике, мы не на Титанике. Кэт. А, нет, погоди. Тут... Я всегда думал, что здесь Кэт, но... Блин. Кэ плюс Т. Хм. Плюс Т. Кто же это может быть? Это же Ольга. А это... Ну, это другие имена. Да, конечно. Короче. Сейчас ваша задача удержать шкаф с инструментами заперт. Мы можем спокойно вот так и проделать. Но вот эта крутая функция, конечно, добавилась из... Вот, все, отлично. Отлично. Поздравляю, Вуди нашел перочинный ножик и разводной ключ. И нам подсказывают, типа, что надо сделать. Нам надо сейчас, так, разводной ключ сюда, что ли. Наверху слева Ольга, туристка, которой сосед пытается строить глазки. Ольга не причинит Вуди вреда, зато Вуди вполне может помешать курортному роману Ольги и соседа. Погоди, так... А, так у них потом только будет сын. Офигеть. Так. Сейчас, секунду, погоди. Во-во-во-во-во, все. Что бы запят сосед в... Посед, господи, что я вообще несу? Сосед вступил в игру, перейдите на нижнюю... Да у меня слишком громко, блин, играет музыка. Я поэтому теряюсь. Я, блин, говорю. Это... Вот знаешь такую фигню, когда ты слышишь собственный голос, например, в трубку телефона. И там на громкой связи у тебя мама или бабушка там включают. Алло-алло! И ты слышишь сам себя, и ты не можешь, блин, говорить. Ты сразу запинаешься. Ты сразу... Так как-то... Вот то же самое. Это же самая фигня. Так, мы смотрим. И у нас тут все просто. Он, блин, чужую форму спокойненько так. Притом видим, что кораблик... Ха-ха-ха! Вот такую жену лучше не иметь. Это пипец. Вы видели, как она? Хук справа, хук слева. Вот это же здесь жрет и жрет. Смотри. Так, короче. Берем еще одно мыло. Тут какой-то мыльная фабрика, что ли. Что это такое? Мыло, 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 мыло! А что тут мыльная фабрика? Так, давай. Короче, надо мыться вот сюда. Поставьте разводным ключом. Сейчас мы с тобой... Ну это серьезно. Вот это страшно, действительно. Притом я, ну я как бы умею плавать, но, блин, именно посреди океана, посреди этого, я не знаю. Тут можно какой-нибудь шок испытать, можно обосраться конкретненько. У меня страх еще... Вот главный страх это высоты, вот. Поэтому еще с высоты, если... Вот аквапарк, в принципе, ну там можно поорать, там все дела. А вот тут как-то, не знаю. Нормально. Соседу предстоит интересная погружа, и он... Как-то он быстро как... Погоди. Что за бред? Это мостик куда-то... А, это только начинается кругосветное путешествие, друзья. Это только начинается, поэтому... Поэтому все понятно. Короче, чтобы получить последнюю монетку, нам надо срочно идти сюда. Помните, не попадайтесь. Здесь, понятно. Давай, идем, идем быстренько сюда. Короче, надо взять кастрюлю со спагетти. Я не знаю, почему именно здесь спагетти. Но, в общем, есть спагетти. И надо вот на капитанской бескозырке применить этот фокус. И сейчас вы увидите, что будет. Сосед, конечно же, оденет и вот, вот, так сказать, офигеет немного. Ну, давай, давай, соседушка. Свисток мы, по-моему, не... Чуть-чуть. Вот, вот, знаешь, отлично. Отлично, но мы с тобой именно золотой не получили. Ну, что это? Что это за фигня? Ну, ладно, в принципе, это не так сильно важно, да, но... Тайное присутствие. Итак, круизный теплоход с соседом на борту прибывает в Китай. Ольга с сыном идут на... А, хотя сын, в смысле... А, может, это сын не от него? Это же сын вообще не от него! Вот оно что! Узнав об этом, влюбленный сосед тут же вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи. Ну, куда бы ни пошел... Друзья, надеюсь, ты тоже сейчас, братишка, греешься в лучах тепла. Ай, дай, чё? Короче, ставь плюсик, если ты дома ни хрена не делаешь. Никуда вообще не выходишь. Вот, чё я тебе скажу. Ты что... Я так же пока что. Так, использовать плавник. Похоже, акулу давно съели с того столько... У, акул, вы серьёзно? Нифига себе! Так, лан, пойдём. Но я уже скоро сейчас... Я поэтому быстро видосы записываю, что скоро отдохну хотя бы. Серьёзно, я уже сколько не отдыхал. Так, короче, у нас есть тростничок. Крепкая тростниковая палка. Похоже, акулу давно съели. Угу. Что у нас так же ещё имеется? Чтобы плюнуть в рыбу, сосед опирается на... Плюнуть в рыбу? Серьёзно, он туда плюёт? А как же там, не знаю, покормить рыбу? Там, или какой-нибудь массаж ног. Знаешь, есть рыбки, которые... А-а-а-а! Уходим! Уходим, сосед! Соседушка! А-а-а... Общепи... Ванг общепит? Серьёзно? Прикол! Так, ладно, берём. А, кстати, погоди, а где тут время? А тут время... А тут время-то, походу, и нету. Погоди, ну-ка, стой. А-а-а! Вот, чтобы было интересней, друзья, надо индикатор... А, стоп, индикатор времени работает вообще по-другому. О, как! Здесь совершенно по-другому всё. Видишь, как он работает? Так, он идёт на пляж, но он при том вообще отдельно от Ольги находится. Ну и тем более от сына. Блин, как-то интересно. Так, короче, нам надо тростник на гнездо крабов. Сейчас мы с тобой немножечко... Крабик. Все дойдём до Клабика. Потанцуем Клабика. Ой-ой-ой, сейчас он немножечко японского сакэ. Друзья, выпьют... Нефиг! Ты смотри, просто сколько... Ты смотри! Офигеть, сколько он сакэ уже выпил. Он чисто просто идёт на пляж. Посмотри, этот гад, сосед... Смотри, что он делает. Ну-ка, быстро, быстро над ним фокусы надо делать. Чтоб этот гад не развлекался, не отдыхал. Этот сосед мне... Вот такой вопрос, заслужил он или нет. Он как бы, знаешь, он нехороший действительно... Он вообще нехороший человек, но, блин... Так, вот и... А, ну один у меня уже есть. Короче, прикол в чём? Смотри, надо... Так, боюсь, сосед заметит ловушку. А как же её спрятать-то? Погоди, мне надо как-то... Мне, видимо, надо каких-то... Ой, блин! Давай, уходим. Тогда уходим быстренько на пруд. Тростник. Во-во-во, водоросли! Всё, нашёл, пацаны. Всё, сейчас у нас будет развлекаловка. Ведёрко. Пустой пластиковый ведёрко. Его надо куда-то... На граблях, на песке. Нет, погоди. Погоди, я понял. Здесь плавает электрический угорь. Он вырабатывает ток для закусочной. Вот смотри, ну-ка сейчас. Ах, ты гад! Понятно всё, понятно. Да, он замё... Он сразу... Кто? Кто это сделал? Как это произошло? Короче, давай подумаем, давай подумаем. Чё-то... А, я понял, я уже понял. Блин, он всё, он уже туда пошёл. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы... Сейчас мы с тобой быстренько, просто быстренько. Раз! Вот так вот делаем. Оп! Да плавничок, блин! Это, конечно, прикольно сделано. Так, сюда вот это вот. Блин, сюда бы ещё чё-нибудь такое положить бы, но я не знаю. По-моему, тут такого нет. Короче, сколько тут приколов-то? А, 5 приколов. Ну, всё правильно, всё правильно тогда, друзья. Всё, сейчас будем наблюдать за соседом, как он там. Просто я думал, сюда чё-нибудь ещё положить, чтобы он там, не знаю, укололось или ещё чё-нибудь. Так, рыба пила. В смысле, почему? Так, вот. Да как он на пруду, блин? А, я уже подпи... Я уже подпили... Да, блин, в смысле? Ну, всё, окей. Так. И всё, мы можем, по идее, завершить серию, но мы не будем этого делать, конечно. Какие у него просто, смотри, элегантные из русы. Прямо самое прикольное, что это 2003 год. Пацаны, а сейчас мода возвращается. И сейчас очень модно тоже как раз вот, типа, закос под шкуру. Ну-ка, давай. Хопа-хопа. Давай. Да! Всё, сработал. У него чайник, он просто очень злой, жрёт ботиночек. Просто посмотри на него, офигеть. Нервный срыв. Отлично. Просто, просто великолепно, друзья. Занято. Сосед хочет высказаться. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сосед снова распускает хвост, пытаясь поухаживать за Ольгой. Да, тем не менее, дама предпочитает изучать китайскую культуру, а не сомнительные чары соседа. А то есть они особо-то как-то и даже... Может, она его использует, как бы, чтобы он оплатил ей там... Тогда бы это логично всё было. Да, я тогда бы всё понял. В серии занято. Вот так вот серия называется. Короче, ну что же у нас тут есть? Арбул. Блин, сейчас куча липких перезрелых. Ну, вот этот, конечно, не очень приятно перезрелых. Но, блин, арбузики. Я бы, конечно, едыньку я ещё не пробовал. Вы, наверное, уже пробовали. Старый складной велосипед держится на честном слове. Ой, старый дедовский. У моего деда ещё, по-моему, был даже мотоцикл Урал. Притом он с дачей даже продал. Господи. Смотрите, что тут происходит. Чего он пытается вообще исследовать сумочку Ольги? А ничего, что она как бы... Она рядом, она же сейчас нас нокаутирует. Ты что, не видел, что она делала, блин, с соседом? Жесть, ты просто... Колготки. Слонов его разбежит. Ну, блин, не знаю. Использовать чили соус. У вас слезятся глаза от едкого запаха. Ван Квая. Блин, как бы я хотел, на самом деле, чем-то такого острого. Очень хочу. Очень хочу чем-то такое... С... Что, сосед? Ну, это по-любому, типа, знаешь, фотошоп, знаешь, как на море там. Типа, давайте вас сфотографируем, типа, вот такую рамку, типа, шарж красивый вам нарисуем. Вот что-то типа того. Походу. От этого мотора должен работать звукоусилитель. Операторские кафедры, правда, приводной ремень пропало. Так что... Только нет. Ага, вот, очень заумно. Очень заумно, если честно, ты речи толкаешь, Вуди, серьезно. Я бы сказал, ну, такой вот шняги нет. Не крутит ни хрена. В общем, именно здесь сосед толкает свои речи. А где он идет? А, вон. Ладно, короче, понятно все. Мы какую-то банка с машинным маслом. Надо, в общем, что-то придумывать. Надо... Туалет. Посмотри, какой туалет. Что это? Ноль-ноль. Вуди, блин, ты че вообще... Че вообще творишь, блин? Ты видел, что он делал? Он пошел так. Почему? Типа, он подумал, что это кратчайший маршрут. Маршрут построен. Блин, Яндекс.Навигатор мне тоже как построит один раз чисто в деревню. И там кладбище было. Вот такое было. Туалет, туалет, он в туалет, блин. Мы не успели. А че это за номерок такой на туалете? Из бамбука. Типа, ноль-ноль. Или, знаешь, ноль-один, ноль-семь. Знаешь, как гонки какие-то. Вот что, друзья, там в гон... Фу, ёптвою, ПРСТ. Вы там в гонке, что ли? Какие-то игроки. Ой, блин, это прикол. У меня это уже есть. Да, мы только что это раздобыли. Он идет арбузы резать. Сейчас придумаем что-нибудь, не ссы. Время, правда, идет. Поезд с инструментами. Вот, нашли мы с тобой какую-то фигнюлику. Здесь построили туалет для туристов. Нет, прикольно было бы, если бы еще одна кабинка была бы там 0-1, 0-2, 0-3 в гонке. Старый ядерный снаряд превратили в рисохранилище. Рычаг рисового желба совсем заржавел и не двигается. Давай просто масленочку. Готово. Ага, то есть тут двойной сюрприз такой сейчас будет. Все, отлично. Здесь вот мы уже сделали кое-что. Мы используем вот просто-напросто вот такие вот очень хорошие чулочки. А вот не надо сюда или сюда. Нет, не надо. Окей. Окей, бро, ты как знаешь. Да, и не надо, конечно, не надо. Что мы там настраиваем? Да посмотрим первый прикол. Так, ну-ка. Хопа. Залез. Да блин, я бы так же на самом деле попрекался. Этот сосед, правда. Блин, он офигел. Он бы сейчас офигел. А я бы так не орал на твоем месте. Серьезно. Сейчас придут, блин, эти китайские, так сказать. А он заметил, да. Какая фигня. Так, здесь мы с тобой каким-то образом гирю вместили. Не представляю, как это будет. Короче, острый соус на туалетную бумагу. Это я не представляю, что сейчас будет. Фу, а что? Ну, от острой еды, кстати, такое бывает, друзья. Мы играем растение против зомби. И там... И там вот как раз... Офигеть. Желоб рисовый. Он похож... Он похож на суперракету какую-то. Пока и он маск там... Он что-то на Марс вроде как... Тут китайцы куда-то непонятно куда рис собираются направлять. На ракетах. Что вообще происходит? Ну, смотри, вот смотри, какой китай... Блин, смотри, как красиво. Вот умели раньше, а? Такий фон прям такой красивый. Мне нравится. Мне еще как нравится. Короче, смотрим последние приколы. Как... Как тут соседушка наш... Немножечко... И сейчас последний прикол. И нервный срыв, друзья. Представляешь, на отпуске... Именно не отдохнуть. А вот именно нервно вот так вот. Хопа. Давай посмотрим, как он сейчас на велике тут. Ну-ка. А если бы седло мы сняли? Ха-ха-ха. Прикинь, если бы мы с тобой сидушку сняли, он бы сел бы... Фууу. Вот я... Ой, блин. У меня сжалось там все. Не представляю, как это... В общем, давай посмотрим, сколько нам осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Всего один в ссоровне? Все? Офигеть, мы с тобой уже... Вот были раньше игры. Офигеть, такие короткие. Не то, что сейчас, да, там, ну, не знаю, там, не The Last of Us, например, Assassin's Creed, сейчас вот последняя-то, да, Odyssey, там, или, к примеру... Блин, последняя, как эта игрушка называлась? За байкеров ты играешь? Гон, гон, ну, ты понял, гон, короче, гон. Ладно, друзья, если вам понравилось, обязательно ставь лайкосик, напиши в комментариях, да, ну, если ты нашел какую-нибудь модификацию, именно для второй части, будет очень здорово, так что, я вот реально, как бы вас прошу, вдруг вы найдете, но если не найдете, ладно, ничего, как бы не надо, одну модификацию, потому что я нашел, только одну, правда. А на этом все, спасибо огромное за просмотр, бай-бай, дорогой браток.